Друзья всем привет! Вы на канале Китайфак и сегодня как и обещал будем проверять на точность лазерный уровень HUEPAR 902CG. Горизонт проверим прогоняя по точке, этого теста будет достаточно, он нам покажет насколько горизонт врет или правильно показывает. Заявленная погрешность у него 0,3 миллиметра на метр, но многие неправильно считают погрешность, они думают что 0,3 миллиметра на метр значит на 10 метров должно быть 3 миллиметра, нет она считается немного по-другому и допустимая погрешность на 5 метрах 3 миллиметра, то есть считается всегда с обратным ходом и поэтому считается что если вы можете разметить 5 метров в одну сторону с погрешностью 3 миллиметра и в другую соответственно сторону 5 метров 3 миллиметра, то есть по факту вы разметили 10 метров с погрешностью 3 миллиметра, таким образом считается погрешность, поэтому нам потребуется расстояние около пяти метров, здесь у меня чуть побольше 6 метров 193 миллиметра, то есть это более чем достаточно. Да, друзья, это кстати дальномер Майлсей S2, очень классный дальномер, обязательно посмотрите на него обзор, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Стоит недорого 2500 рублей, но сделан очень круто. Так, поэтому, друзья, на 6 метрах погрешность плюс-минус три с половиной миллиметра, это будет в допустимых нормах, а вертикаль проверим по ранее проверенному лазерному уровню Clubeona 3D Green, его проверку и обзор также можете посмотреть на канале, тоже очень достойный уровень. Так, ну давайте начнем с горизонта, включаем наш уровень, отключаем вертикаль и отмечаем первую точку. Так, друзья, вот наша первая точка, теперь давайте поворачивать наш нивелир на 90 градусов в какую-нибудь из сторон. Я буду поворачивать вправо, но в принципе здесь никакой разницы нет. То есть повернули и смотрим другую сторону, как проходит линия через точку, она должна проходить с погрешностью не более трех с половиной миллиметров на 6 метрах. Давайте смотреть. Так, и вот, друзья, есть небольшое смещение в районе миллиметра, но это не критично, это полностью в допустимых нормах. Давайте смотреть следующий сектор. Для этого опять повернем нивелир на 90 градусов, то есть теперь как бы смотрим заднюю часть плоскости. Так, друзья, есть небольшое смещение, очень маленькое, это более чем в допустимых нормах. И давайте посмотрим последний четвертый сектор. И для этого поворачиваем еще раз нивелир на 90 градусов. Так, друзья, здесь у нас линия проходит практически через точку, то есть по горизонтали уровень абсолютно соответствует своей заявленной погрешности, плюс-минус 0,3 миллиметра на метр. Теперь давайте проверим вертикали. Так, для этого включим вертикали у обоих нивелиров и сопоставим их рядом. Давайте посмотрим первую сторону вертикали и потом вторую сторону вертикали. Так, друзья, вот наши две вертикали, слева идет вертикаль Клубиона 3D Green, справа вертикаль Хуепар 902CG и видно, что они абсолютно идут параллельно друг другу, просто идеально. Как вы помните, если смотрели проверку Клубиона 3D, то этот уровень очень отлично настроен. Так, и давайте посмотрим вторую сторону вертикали, для этого развернем наш нивелир и также сопоставим с вертикалью Клубиона 3D. Давайте посмотрим. Так, вот наша вторая сторона, она идет абсолютно также параллельно вертикали Клубионы 3D, поэтому, друзья, делаем вывод, что вертикаль Хуепара отлично настроена. В общем, друзья, еще раз подтвердилось, что уровень просто отличный, настроен также очень хорошо, погрешность полностью выдержана, то есть она соответствует заявленным характеристикам, причем она не по крайней границе идет, а далеко от нее, поэтому нивелир очень точный. Да, друзья, и помните, что погрешность даже 0,3 мм на метр, это очень маленькая погрешность на самом деле, то есть если мы возьмем обычный строительный уровень с пузырьком, то у него погрешность плюс-минус 0,5 мм, и это причем при измерении внизу, так сказать, при измерении над головой, если пузырек над головой, то там погрешность еще больше, поэтому погрешность 0,3 мм на метр, это отличная погрешность. Друзья, в следующих видео постараюсь добраться до его настройки, показать, что внутри, поэтому не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Желаю всем добра, всем удачи, пока-пока!